Без приставки исполняющей обязанности Алексей Карин назначен начальником управления ГИБДД при Камье. Средняя стоимость квартиры на вторичном рынке Перми снизилась. Краевая столица в середине российского рейтинга по цене квадратного метра. В Пермском крае стали меньше брать и получать взятки. Итоги 11 месяцев 2017 года по количеству преступлений подвела Генпрокуратура. Вас приветствует информационная служба телеканала РБК Перм. С новостями познакомлю вас с я, Станислав Загаинов. Здравствуйте. Начальником управления ГИБДД по Пермскому краю назначен Алексей Карин. До этого, с сентября 2017-го, полковник Карин возглавлял краевое подразделение в структуре МВД в статусе исполняющего обязанности. Как сообщает издательство «Коммерсант», приказ о назначении был подписан в конце декабря прошлого года. Бывший начальник краевой ГИБДД Олег Чуркин ушел в отставку в ноябре 2017-го. Добавим, газета РУ также сообщает, что президент России Владимир Путин подписал указ о сокращении численности сотрудников МВД на 10 тысяч человек. По оценке издания, речь идет об увольнении сотрудников ГИБДД в профсоюзе работников полиции. Это связывает с появлением на дорогах большого количества автоматических камер, вводом системы поток и других технологий. Эксперты отмечают, что сокращен будет практически каждый пятый сотрудник инспекции. В Пермском управлении ГИБДД от комментариев по сокращению численности сотрудников отказали, сославшись на отсутствие приказа из федерального центра и каких-либо конкретных распоряжений. В Перми средняя стоимость квартир на вторичном рынке за 12 месяцев снизилась более чем на 12%. Такие данные приводит федеральный портал МирКвартир по итогам года. Средняя цена квадратного метра в столице Прикамья составила порядка 49 тысяч рублей. По этому параметру также наблюдается снижение примерно на 12%. Таким образом, в рейтинге из 69 крупнейших городов России Пермь занимает 30 место. Екатеринбург в этом списке стоит выше на 20 позиций. Там жилье в среднем обойдется в 4 с лишним миллиона рублей. Стоимость квадратного метра за год увеличилась на полпроцента. Соседний Челябинск расположился в последние десятки. В этом случае наблюдается снижение по всем ключевым показателям. Квартиры в среднем подешевели чуть более чем на 5,5%. Лидером рейтинга традиционно стала столица. Несмотря на отрицательную динамику, стоимость квартир по-прежнему высока. К примеру, разница средних цен за квадратный метр со вторым местом, а это Санкт-Петербург, составляет более 100 тысяч рублей. В итоге, чтобы купить квартиру в Москве, нужно потратить 11,5 миллионов. Ну а самое дешевое жилье, по информации портала, можно приобрести в Магнитогорске. В среднем стоимость квартиры здесь составляет 1,5 миллиона рублей. Число преступлений в Пермском крае снизилось почти на 12,5%. Причем наибольшая отрицательная динамика зафиксирована по получению и даче взятки. 80 и 70% соответственно. Итоги 11 месяцев 2017 года подвела Генеральная прокуратура. С января по ноябрь, согласно информации ведомства, в Прикамье зарегистрировано чуть менее 41 тысячи преступлений. По показателю отрицательной динамики, регион вошел в десятку субъектов страны. При этом в минувшем году в крае на четверть выросло число зарегистрированных преступлений террористического характера и почти вдвое экстремистской направленности. Кроме того, более чем на треть увеличилось количество преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия. В целом же по России рост по этому направлению составил более 3%. В топе самых распространенных преступлений в стране за отчетный период, по данным Генпрокуратуры, лидируют кражи. Их совершено более 700 тысяч. На втором и третьем местах мошенничества и преступления, связанные с оборотом наркотиков. Всего за 11 месяцев в России зарегистрировано более 1 миллиона 900 тысяч преступлений. Это почти на 90 тысяч меньше, чем в 2016 году. Александр Хаткевич покидает администрацию Перми с 15 января. Об этом сообщают сразу несколько пермских изданий. Начальник департамента имущественных отношений написал заявление об увольнении по собственному желанию. Ранее была информация, что господин Хаткевич планировал покинуть департамент еще в марте 2017. Он возглавил ведомство 1 августа 2014 года. На этот пост он был приглашен мэром Перми Дмитрием Самойловым. Александр Хаткевич прежде работал в Ростелекоме с марта 2014 года. И чиновник работал советником главы администрации Перми. В пресс-службе мэрия информацию об отставке чиновника пока не подтверждает, ссылаясь на отсутствие официальных распоряжений руководства. Курс доллара сегодня в начале валютных торгов потерял 2 копейки. Курс евро уменьшился на 50 копеек. Рубль начал новый 2018 год с роста. Основную поддержку, по мнению экспертов портала Банкиру, оказывает растущая цена на нефть. По данным на 10 утра Москвы, баррель бренд стоит 68 долларов 12 центов. Росту нефтяных котировок способствовали сокращение запасов нефти в США и рост политической напряженности в Иране, говорят специалисты. Ну а в целом инвесторы ожидают сокращение запасов сырой нефти в Штатах, что обеспечит ценам хорошую поддержку в ближайшие дни. Аналитики считают, рубль имеет шанс продолжить торги в диапазоне 56,80-58 ровно за доллар. При этом, если нефтяная цена не устоит, то начнется коррекция до отметки 66,30 доллара за баррель. Но и в этом случае пара доллар-рубль восстановится до уровня 57,90. Но пока лучшие предложения по покупке доллара к этому часу в Перми в банке Неева 5,705, по продаже в банке Акбарс 57,25. Лучшие предложения по покупке евро в банке Неева 68,25, по продаже в актив Капиталбанке 68,40 рублей. Эти и другие новости на нашем сайте. Оставайтесь на РБК и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Портал деловых новостей РБК Пермь. Один из лидеров среди бизнес-ресурсов города. Более 200 тысяч уникальных посетителей в месяц. Всегда свежие новости, актуальная и оперативная информация. Интуитивно понятный интерфейс. Партнерский проект РБК Плюс. РБК Пермь. Помогаем принимать решения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова